В предыдущих сериях. Как спалось? С желанием не проснуться. Кто это? Альфред Советов. Руководитель проекта Анимус. Профессор? Какой-то человек ждёт вас у входа в кампус. Говорит, прыжкатулку. Откроешь. Открыл бы, если бы был ключ. Властика. Они любили троллить советскую власть. Ключом может вполне стать что-то из их репертуара. Это сталкер Тарковского. Стыдно не знать. Хираси. Да ты эту голематью до конца досмотрел? Момент истины. Хоу-ли-фак! Ещё одно четверостишее. Улыбка. Рим. Место, где сожгли Джордана Бруно. Э, нет. Давай-ка я останусь в Америке, а ты пока сделаешь за меня всю грязную работу. Где синхронизация? У него шок. Не хочу тебя огорчать, но, похоже, у тебя два отца. Как это возможно? Ты слышал что-то про Телегонию? Чё, бля? Это было в России. Ставлю на то, что он безвольная чмония. А твои прогнозы? Чего стоят мои прогнозы? Показал прошлый недрачабрь. Так что посмотрим. Бо, испугался? Не бойся. Я друг. Сядь рядом. Я тебя не обижу. Интересный музыкальный вкус у вашего дока. Ранетки, монеточка. Только как в этом списке затесался Елизаров. Это любимый певец его дочурки. Видно, он хороший батя. А у меня вот два отца. Бывает? Почему он не говорил мне про дочь? Больная чмония. А думаешь, чего он работает на эту кантону? Люди Советова однажды пришли к нему и сказали. Либо ты работаешь на нас, либо мы сделаем твоей семье. А очень плохо. Можестные. Он еще иронизирует. Такой вот бессильный протест. Вот никак не пойму. Ты внук Жана Белинюка? Или такой черный от дыма горящих покрышек? А? Что-то я не вижу, чтобы вы сами протестовали. Но мы сопротивляемся как можем. Всей нашей мультикультурной кампании. Расисты хули. Пускаем по ложному следу. Отвлекаемся на всякую пургу. Меняем память предков. Ты тоже можешь. Че? Как? Прояви воображение. Да что здесь за хернира? Давайте, давайте мы всех расстреляем фашистов. Мы всех расстреляем фашистов. И сразу наступит ништяк. Пальцы, гидрэксайд. Кто выбирает быть обоссанным, будет и избит, и обоссан. Запускайте, анимус. Профессор Робертс, я обольщен, что вы взяли мой вертолет. Но зачем вы взяли меня с собой в Рим? Вопрос лежит в той же плоскости, а зачем ты сказал тому русскому, где меня искать? Анджела, запомни, если незнакомый человек ищет профессора Робертса, он вряд ли хочет обрадовать его выигрышем в лотерею. Ты звонил ей? Да, доктор Пратто ждет нас на площади Кампа де Фьори. А говоришь, зачем взял? Единственное, что теперь связывает меня с ней. С ее умом, ее... Подколами? Нет, ее страстью к загадкам. Она сказала, что уже обнаружила на статуе Бруно парочку загадочных строк. И небось уже разгадала. Эх, Анджела, всю жизнь я бегаю от одной загадочной загадки к другой, а к разгадке главной тайны так и не приблизился. Пуговицы на рукавах пиджака? Женщины. Он и правда будто потерял улыбку. Еще бы. Посмотрел бы я на твое лицо, если б тебя сожгли за какую-то ересь. Да, кстати, почему у меня другое лицо? Прошлое было слишком скучно. Профессор. Миланья. Эм, доктор Пратто. Мы уже час ждем, как вы ждете нас на площади. Очень сложно. По крайней мере, часть моего тела. Ближе к делу. Что вы нашли? Как всегда, что-то вымученно интригующее. Венера распутная под снегом вас ждет. Есть мысли? Да, одна. У меня две. Всегда на это попадаюсь. Но мы так и будем стоять у всех на виду и обсуждать великую тайну в истории. Веди нас к себе. На площадь ходить цветов и ни одного мне. Где ваши манеры, Роберт? У меня всегда с собой. Многие думают, что Бруно сожгли за идеи гелиоцентризма, но это цветочки. А, я поняла, каламбур. Хороший, да? Такой себе. Ясно. Так вот, Бруно верил, что наш мир не единственный, а вселенная, мультивселенная, если угодно, бесконечно. И все мы состоим из пяти элементов. Вода, воздух, земля, Чечня. Это что еще за бред? Давай по тексту. Извини, отвлекся. Огонь и эфир. А вы все такой же, профессор. Эрудированный. Википедированный. Это неправда? Анжела, скажи ей, что это неправда. Да, Википедию придумали только в 2001-м. А сейчас... 94-й год. МММ, Черный вторник, умер Ким Ирсен, Пейджеры, начало войны в Чечне. Смотри, смотри, брат ты у тебя от мобилизации сбежал, сволочек. Я, чтобы матери помочь. Кто за родину не помрет? Мне нового холодильника не видать. Ничего, мать. Он сейчас в Америке. Правду ищет. Патриот. Медицинская система. Они не знают, что за хрен. Чертельфинтар. Наш. Само Хайек. Он будет моим славой. А? А это по-русски. Для Дани. Наши названия будут спать. Нет. Дамила Бокров. Ром-мот. Так просто затащил ее в постель. Можно я позвоню? Значит, умение общаться с женщинами мне передалось от Робертса. Шо ты, Казанова, наигрался с доп-квестами? Возвращайся к основному сюжету. И под основным я не имею в виду рассматривать достопримечательность. Звонил этот русский. Твистер отменяется. Катсо. И зачем тогда я столько пила? Соберитесь, нам нужна какая-то Венера. Давайте подключайте своих внутренних знатоков. Близ. Чтобы сохранить свое очко, вам нужно ответить на три вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Что? Распутная Венера. Может, венерические заболевания? Может, секс? Не сейчас, Лобот. Что еще? Может, под снегом это типа под кайфом. Может, не будешь понизать средние IQ комнаты? Что-то другое думать. Неприлично. Нет, нет. Очевидно. Серсо. Что угодно может быть. Мьо дьо, мыслите проще, профессор. Точно. Это может быть статуя. Спасибо, Кэп. В Риме есть две таких статуи. Венера капиталистская в Палацо Нуаво. И еще одна Венера Виктрикс в галерея Боргезе. Но при чем тут снег? Ждет под снегом? Да? А что, если это место ее погребения? Кого ее? Статуя? В Риме есть только одно место, где она может лежать под снегом. Расскажет сейчас? Или нам ждать монтажную склейку? Санта Мария Маджори. Ага. Одна из четырех главных базилик Рима, которая, по легенде, была заложена на месте, где выпал снег. Звучит не очень легендарно. Он выпал летом. Вы не сказали, что мы там найдем? Гробницу распутной Венеры. Понятнее не стану. Мы симулируем супружескую пару? Нет, что вы. Рука замерзла. Я в прямом эфире у церкви Снежной Девы Марии, где вот-вот должна начаться месса Папы Иоанна Павла II. Бля, опоздал! Дьявол! Как не вовремя. Слишком много свидетелей. Так просто капеллу мы не осмотрим. Погодите. Это же капелла Паоллина, так же известная как... Да, капелла Боргезе. Папа Павел V, он же Камила Боргезе, курировал строительство капеллы. А его потомок, тезка, мало того, что был коллекционером произведения искусства, так еще и... Был мужем Полины или Паолетты, средней из трех и самой любимой сестры первого императора Франции, гениального Наполеона Бонапарта. Полина отличалась классической красотой, которая считалась эталонной для своего времени. Великий скульптор Антонио Канова, которого называли Нова Микеланджело, извоял ее в образе богини Вене. И, вероятно, многие из вас знают это хистоматийное изображение. Паолетта отличалась добротой и веселым нравом. Однако и любвеобильность. То есть распутство? Ну, вы же понимаете, если человек красив, то он желанен. А значит, ему будут завидовать те, кто некрасив и нежеланен. И об этом... Задрот придумывал. И не говори. С вами был Евгений Панасенко. Ваш личный гид в базе данных Анимуса. Да, у меня. Чисто теоретически, могу ли я пробраться в могильный склеп, не заходя в капеллу? Теоретически в подвале. Но там сейчас строят музей. Я слышала, что главным экспонатом там будет тот самый чудесный снег, на котором возвели эти цинку. Это странно. А ты где пропадал? Ну, нашли мы склеп. А дальше? Где-то должна быть подсказка. Вот, мы прямо под капеллой Боргеза. Под снегом. Ждет под снегом. Нужно что-то тяжелое. Так, я только что сверился с базой данных, и никакого обрушения, никакой церкви в 94-м не было в Риме. Да. Но я подумал, что в этой истории не хватает экшона. Но... А ты против? Да нет. Значит, идем дальше. Что сегодня творится в Риме? Снежная базилика растаяла вмиг. Простите за каламу. What the fuck is going on? Самая высокая колокольня Рима рухнула, как все надежды на демократическую партию Соединенных Штатов. Вот же черт. Бен, надеюсь, это не твоих рук дело. А камера успела запечатлеть подозрительного человека, выбегающего из подвала базилики. Миллионы фанатичных католиков за такое убить готовы. Ты крут, Данила. Однажды я сниму про тебя фильм. Пусть он будет коротким. У нас нет времени на эту чушь. А мне нравится эта тема с нейронками. Я про другую чушь. Этот имбецил даже близко не подобрался к тому, что я ищу. А этот доктор ему все спускает с рук. И что ты предлагаешь? До Кобытиль, а тебя на его должность. Почему? У меня ведь даже медобразования нет. Потому что ты моя дочь. Не понял? Твой пациент только что создал альтернативную событийность. Это как? Слышал про квантовую физику. Да ладно вам, не так уж много он поменял. Папа Римский скончался в реанимации. Короче говоря, полный пиздик. По такому поводу вспомним лучшие моменты с папой. Вся наша программа будет посвящена стихиям. Воздух, небо, земля, Чечня. Я тогда проживаю джихад. Гойда. Близ продолжается, и манила пустая. Кажется, вся Вадиканская гвардия за нами гонит. Не нами, а вами, профессор. А где доктор Брата? Блять. Найду. Вы его, Робертс. Одно радует. Вы поняли, для чего пуговицы? На рукавах пиджака? Нет, я нашел вторую подсказку. Рыбак, братом купленный, укажет на вход. Такие слова непутевый профессор нашел в подвале некогда красивой базилики. Прекрасно понимая, что брат... Брат это Наполеон. Но какого рыбака он купил? И у кого? Федор Двинятин. Да. Вы знаете? Не знаю. Знали бы, не топтались бы. Что бы сказала Миланя? Найду выбор. Нет, про рыбака. Мыслим проще. Этот Боргезе был коллекционером и женился на его сестре. Значит... В честь свадьбы Наполеон выкупил часть коллекции итальянца и... Вез во Францию. Некий рыбак сейчас во Франции, как я не догадался. И где же? Где? О, нет. Досрочный ответ. Только не она. Опять ваша бывшая? Тужа. Фанатка. Врагу не сдается наш гордый варяг. Мы новую бабу найдем с января. Ну, ты и наворотил. Продолжим завтра. Пародие, госпожа пародия. Субтитры создавал DimaTorzok